Работа по демонтажу рекламных конструкций уже начата. Об этом отчитался Антон Казанцев, начальник контрольного управления мэрии, перед депутатами городской думы. Контракт с фирмой Ювис был заключен без торгов, как это позволяет законодательство, если сумма договора не превышает 100 тысяч рублей. До конца этого года фирма должна будет ликвидировать почти тысячу незаконных рекламных объектов, причем в месяц не менее 30. Что касается отдельно стоящих счетов, то стоимость демонтажа назначена, по словам парламентариев, не соответствующей реальности. У нас как не сделка по нерыночной цене, какие-то начинают истории всплывать. То плиты мы на территорию Сургутского района отвозим, то у нас там сроки затягиваются. То здесь на 100 рублей зенит, мы понимаем, что не может стоить дешевле, чем на такси приехать, используя двух единых спецтехники и четырех рабочих как минимум. То есть мы понимаем, что, скорее всего, Ювис каким-то образом отрабатывает другие повинности. И это неправильно. То есть нужно платить рыночную цену за рыночное отношение. Если там какие-то нерыночные договоренности, с этим надо бороться. Депутаты Думы сочли действия контрольного управления администрации недостаточно активными. На рассмотрение правомерности нахождения рекламных баннеров отводится 30 дней. На фасадах в два раза больше. Причем административная ответственность во втором случае грозит не только распространителям рекламы, но и владельцам недвижимости, то есть пострадавшим. Чиновники будут выдавать предостережения. И у обеих сторон будет 60 дней на ликвидацию рекламы. Собственнику имущества, на котором размещена рекламная конструкция, может быть применены меры административного воздействия в виде привлечения к административной ответственности за нарушение правил благоустройства на юридических лицах до 20 тысяч рублей штраф. К рекламораспространителям статья 14.37, то есть это последствия полиции.